Наверное, скоро будет еще хуже, судя по экономике в Белоруссии. Это давно нужно было сделать, просто-напросто. Уже готова почва для этого. Даже депозит в белорусских рублях, он все равно к концу года будет убыточный. Я думаю, что до 20 может дойти, но не больше. Но в ценах пока что это не сильно ощущается в белорусских, на белорусские товары. А так, если за границу куда ехать, то, конечно, покупать валюту, то ощущается. Ну, нефть упала, цена, доллар подрос. Русский рубль упал, белорусский рубль тоже. Ну, я вот сама вижу по пенсии. Я раз в три месяца получаю российскую пенсию. И я вижу. На моей памяти очень-очень выросло с 2000 и до 15. А сейчас уже 16-17. Боюсь, что скоро будет. К концу года, может, и 20. Перевожу сбережения в доллары, и все. Других мир нет. Вот как людям жить? У меня зарплата 200 долларов. И как жить? А мы почем? По курсу живем. У нас же все дорожает по курсу, естественно. Это, знаешь, ошибки нашего правительства. То, что мы теряем. Неправильно ведут себя. Надо ближе к народу, а не поднялись слишком высоко. Картошку выкопаем, помидоры едят и будем жить. Вот свои продукты немножко по-другому. Так оно и есть. Так же на самом деле оно и есть. Потому что я вам честно говорю, что это не зарплата 200 долларов. Совсем не хватает на жизнь. Я пенсионерка, и поэтому я не знаю, как жить. Раньше я могла себе позволить и внучкам помочь, и все. А сейчас вообще ничего не могу. И расходы, и прочее, все увеличивается. Но при этом, как бы, деньги-то мы так же получаем. И, скажем, роста такого нету. Если говорить так, я работаю в торговле, но и покупательский спрос, на самом деле, сейчас очень низкий. Поэтому посмотрим, надеюсь на правительство, на наше правительство и на то, что внешние факторы, то есть и политические и прочие, не дадут как бы дать слабину. Хотя и так уже небольшая трещина, конечно, пошла.